Добрый день! В эфире Вести Кабардино-Балкария в студии Тахир Дадуев. Делегация из Кабардино-Балкарии приняла участие в конференции Общероссийского народного фронта в Москве. На встрече прозвучало немало реальных предложений, отметили уже в Нальчике на пресс-конференции сопредседатели Кабардино-Балкарского регионального отделения организации Николай Маслов, Нодар Шарданов и Любовь Хутуева. Региональные делегаты внесли на обсуждение руководства Народного фронта целый блок вопросов по проблемам социального характера, образованию, пенсионному обеспечению, здравоохранению. Решением нашего штаба, решением нашего регионального ОНФ на федеральный уровень был вынесен вопрос с обеспечением лекарствами больных редкими орфанными заболеваниями. Почему? Потому что на каждого такого больного уходит от нескольких сотен до миллионов рублей в год. И безусловно, такая ноша для местного бюджета не посильна. Поэтому нас просили передать просьбу, в частности от республики, такое предложение, передать это финансирование федеральным структурам. Также на встрече с руководителем штаба Владимиром Путиным участники форума отчитались о проделанной в регионах работе. В первую очередь это касалось исполнения майских указов президента. Процитировали на пресс-конференции в Нальчике слова Путина о целях Общероссийского народного фронта. Главное создать такие условия, чтобы у людей была возможность ставить задачи перед властью, добиваться их исполнения. Ассоциация женщин-предпринимателей КБР презентовала социальный проект. Его птиво тема – повышение качества работы школьных психологов. Участие в презентации приняли представители органов власти, молодежных и общественных объединений. Автор, заведующий психологической службой Дворца творчества детей и молодежи Валерий Апажев, проект называет республиканской программой. В этом году она стала победителем конкурса Министерства по СМИ общественным и религиозным организациям на предоставление субсидий из бюджета Кабардино-Балкарии. Идея повышения квалификации психологов родилась после анализа системы образования, отметил Апажев. По его мнению, у этих специалистов мало опыта, чтобы в нужный момент помочь школьнику выйти из состояния стресса, особенно в пубертатный период. Понимаете, у многих детишек воспринимают, к сожалению, этих психологов как педагогов и боятся открыться. А непосредственно психолог как раз тот человек, связующий звено между родителем, подростком, детьми и педагогом. То есть это самое доверительное лицо для детей должно быть. Но, к сожалению, сейчас это отсутствует. Проектом предполагается проведение со школьными психологами семинаров и мастер-классов. Обучить планируют свыше полусотни специалистов. Психологическую помощь окажут и учащимся из так называемых групп риска. Жителям Чигемского и Лискенского районов установят более 4 тысяч электросчетчиков с функцией передачи данных на расстоянии, сообщает ИТАРТАС со ссылкой на пресс-службу республиканского филиала компании МРСК Северного Кавказа. Потребителям все работы обойдутся бесплатно. Внедрение так называемых умных счетчиков предотвратит хищение электричества и снизит потери в районных сетях. Кроме этого, энергетики оборудуют 90 пунктов приема сбора и передачи информации на сервер, а также заменят 41 километр проводов. На установку счетчиков компания выделит 45 миллионов рублей, сообщает информагентство. Продолжаем выпуск. При Эльбрусе в ожидании туристов. Снежного покрова на склонах высочайшей горы Европы уже достаточно для экстремального зимнего отдыха. Однако большого наплыва горнолыжников пока нет. Официальное открытие намечено на конец декабря. Тем временем новички уже постигают азы катания на лыжах и доске. Для этой категории отдыхающих на поляне Азав создан так называемый лягушатник. Другими словами, это участок трассы с небольшим уклоном и относительно ровной поверхностью. Здесь нет бугров и наледий. Ежедневно снежное полотно трамбует ратраками. А сама подготовка лягушатника началась задолго до сезона. Чищали камни грейдерами в летний период. Разгребали, расчищали. Образовали большую такую чашу пространства для того, чтобы не было камней, не было каких-то неожиданностей, вот, буераков, как у нас говорят. Вот, чтобы человек мог спускаться, не сильно напрягаясь. Потому что такой спортивной подготовкой не все обладают. До европейских стандартов поле для начинающих пока не дотягивает, отмечают инструкторы. Но уже приближается к этому уровню. А с наплывом туристов заработает и бугельная канатка, которая будет поднимать их на небольшую высоту. И последнее. Открытый турнир по дзюдо, посвященный предстоящему дню сотрудников органов безопасности, стартовал сегодня в спорткомплексе КБГУ. Кроме представителей школ дзюдо нашей республики, в нем принимают участие и юные спортсмены из Карачаева, Черкесии. Всего же количество будущих мастеров татами – около 130. Организаторы пожелали ребятам честной борьбы и красивых побед. Проведение подобного спортивного праздника способствует воспитанию у подрастающего поколения уважительного отношения к памяти тех, кто в самой собственной жизни встал на защиту граждан, отметили выступающие. 70% молодых ребят первые шаги делают именно в этом возрасте, потому что раньше не допускают их нигде бороться. Первый, второй турнир для каждого, все интереснее. Победителям турнира будут вручены медали и кубки Республиканского управления ФСБ и Госуниверситета. И на этом у меня все. Напоминаю, наш адрес в интернете – вестикбр.ру. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!